Итак, всем здравствуйте! Я сегодня покажу технику работы с швами от операций. Но я хочу обратить ваше внимание, что эта техника работы касается только поверхностной проработки. То есть это не будет затрагивать спаечного процесса, застойного процесса, который происходит уже внутри органов, и который нам где-то тормозит пищеварение, где-то еще какие-то застойные процессы в области малого таза вызывает и так далее. То есть это будет в следующем видео, которое я покажу позже. А сейчас именно по поверхностной работе, для того, чтобы размягчить снаружи соединительную ткань, фиброзную ткань, для того, чтобы не происходило натяжение всех остальных структур, которые взаимосвязаны. Ну, собственно, чтобы все наше тело не схлапывалось в сторону этого, собственно, шва, не закручивалось и не уходило в скручивание. Не уходило в вот это вот схлапывание, да, скорее, я хотела сказать. Так вот, поэтому я советую две эти техники потом, в будущем, объединять. Поверхностную технику работать для того, чтобы размягчить поверхностный шов, а технику более глубокую работать для того, чтобы снять последствия, которые уже этот шов успел дать. Вот. Еще я не советую, естественно, работать с молодыми швами, то есть мы работаем с рубцами, с швами, которым уже не менее года полутора и далее, да. Если шов моложе, то можно нарваться на какой-нибудь воспалительный процесс. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны к своему телу, к своему организму. Итак, приступим. Если у вас есть шов от операции, и, например, он находится где-нибудь в области брюшины, да, ну, то есть, допустим, скажем, вот здесь. Скажем, он посередине. Например, это шов от кесарево сечения или от, после удаления аппендицита. Мы его захватываем. Максимально, прямо смотрите, вы его, как бы, накручиваете, да, на пальчики, то есть вы его надеваете. Пальчики глубже, 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 они его вытягивают сначала. То есть, вот вы его зацепили. Что я делаю? Я просто вытягиваю ткани. Например, здесь шов. И я начинаю их доставать глубже, 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 глубже. Захватила, так? И сейчас начинаем размягчать. Сначала мы работаем большими пальчиками, и мы просто проводим легкий массаж. Движение вот такое вот, то есть большие пальчики просто, такое, растирающее движение большого, указательный пальчик. Все эти швы, которые находятся вот в этой области, они как раз-таки нас тянут сюда вперед. Образуются вот эти вот брыльки, платизма тоже стягивается, и все лицо, в принципе, начинает плыть. То есть, и вот такое вот получается, тихонечко, незаметное для вас скручивание вперед, осанка тоже портится, да, плечики уходят вперед. Поэтому наша задача вот здесь вот все размягчить, и все наши миофасции расправить. Эта работа на самом деле чуть ли не еженедельного характера, а если есть действительно какие-то проблемные швы, которые вы чувствуете, что уже дали какие-то последствия, то первое время с ними работать лучше ежедневно. Итак, вы поразмягчали, поработали, теперь вы делаете вот такое вот движение, то есть вы его захватили и потихонечку вот так вот поколыхали, да, как бы. Раз-раз, раз-раз, раз-раз. Все очень неторопливо, все очень мягко, и при этом, если вы будете работать вот только с кожей, вот вы захватили только маленький там какой-то кулачочек кожи, то этого будет мало. Вы именно накатываете, набираете себе больше ткани в руки. Таким образом поработали. Почувствовали, что шов стал более мягкий, возможно это не с первого раза вы ощутите, возможно вообще с первого раза вам не удастся его захватить, потому что там есть уже какой-нибудь паечный процесс, да, но постепенно-постепенно проработка будет давать свой результат. Дальше. Вы встаете на стопы, то есть вы прямо вот четко стоите на полу, можете даже закрыть глаза для того, чтобы почувствовать свое заземление. Немножко подсгибаете коленки и начинаете от стоп, зафиксировав в вас ваш шов, отправлять вибрацию. И у вас вибрация проходит через ноги, через тело, через плечи, предплечья и уходит в кисти. И кисти собственно тоже передают вибрацию шву. И здесь лучше быть неторопливой, да, со стороны это кажется, выглядит не очень, точнее очень странно, вот. Но это хорошая такая, несложная остеопатическая техника, которая дает постепенно расслабление в ткани. После того, как вы таким вот образом шов протрясли, вы его опять еще посильнее захватываете и начинаете катить наверх. Вы прямо его захватили, то есть вот смотрите. И у вас пальчики, они подталкивают ткани, вот у меня указательные пальчики, они прямо подталкивают ткани наверх, 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 наверх. Я все время веду эту складочку, при этом вытягивая ткани все наверх. И вы таким образом проходитесь снизу до зоны декольте. Естественно, что если у вас, ну, где-то сбоку шов, да, то вы через грудь пройти не сможете, то есть вы идете через очевидный отросток и вот сюда вот, да. Все, здесь вы прошли, идете выше, здесь потребуется уже другой защип, потому что здесь ткани более слежавшиеся. Здесь вы защипом указательным пальчиком вот так вот его в крючочек собираете и накатываете вот таким вот образом ткани опять наверх. Здесь место дико болезненное, сначала особенно, сначала даже, возможно, вам сложно будет здесь захватить ткань какую-то больше, чем кожу, да. Но это все воздастся с торицей, если вы будете это место разминать. Все, дошли до ключичек для, до еремной впадины и здесь, собственно, можно остановиться. Можно еще вот таким вот образом промассировать хорошенечко зону декольте. Ну, собственно, вот такая вот поверхностная работа с швами, которые, ну, которые от полостных операций, от, кстати, от лапароскопии, в принципе, тоже над швами можно работать, если лапароскопия была где-то вот в области брюшины проводилась, да, то есть вы точно так же с этими маленькими шовчиками работаете, маленькими рубчиками, да, потому что они здесь маленькие, но на самом деле они прошли через глубокие ткани, соответственно, там тоже спаечный процесс и мог образоваться, ну, и фиброзная ткань есть, поэтому там тоже работаем, да, вплоть до зоны декольте. Вот, это первая поверхностная техника, и вы ее будете делать после, потом уже, когда, сначала сейчас просто можете ее попрактиковать отдельно, потом, когда я дам следующее видео по глубокой проработке швов, которая уже будет затрагивать и внутренние органы, и расслабление внутри вашего тела, и раскручивание оттуда, да, вы уже будете работать ее после, то есть вы сначала проработаете внутренние вот эти вот процессы скручивания, стягивания, а потом проработаете размягчение швов снаружи. Сейчас пока поработаете вот этой техникой первое время, первую недельку хотя бы поразмягчайте свои швы. Вот, спасибо вам за внимание, подписывайтесь на мои видео, подписывайтесь на мой канал, я надеюсь, что я вам полезна, ставьте пальчики, ну и все такое прочее. Люблю, пока!